Приветствую вас. Я бы для начала определил, чем конкретно враги могут вам навредить. Чем они могут вам убедить? Что они могут сделать для вас, ну, вам плохого? Вот. В чем опасность от них, по вашему мнению, исходит для вас? В чем опасность? Вот. И, соответственно, насколько эта опасность вообще... Серьезно? Для вас? Да? Вот. Соответственно, уже исходя из этого, можно будет делать какие-то выводы. Например, справедливы ли вы в своей оценке происходящего? Вот. То есть, справедливы ли вы в том, что считаете этих людей врагами? Может быть, они на самом деле-то и не враги. Вот. Может быть, они на самом деле люди, которые просто хотят для вас того, чего вы не понимаете, например. Да? Но, с другой стороны, если вы чувствуете, что кто-то вам угрожает, если вы можете назвать объективное проявление такой угрозы для себя, то, соответственно, я думаю, что как минимум стоит серьезно отнестись к тому, что происходит. Да? Второе. Это роль из треугольника Карпмана. То есть, вы сейчас пребываете в роли жертвы и с точки зрения треугольника судьбы, как его иногда называют еще, что вы сами себя загоняете в ловушку. Именно тем, что, значит, как-то вот считаете себя жертвой в этой ситуации. Вот. Хотя, на самом деле, вы не жертва. Вы не можете ею быть. Вам нужно просто-напросто брать дело в свои руки, да, и... продумывать свой собственный механизм защиты от этих людей, которые вам угрожают. Вот. То есть, спасаясь, спасаясь, именно спасаясь от кого-то, от кого-либо, вы позиционируете себя, скорее, как проигравшую сторону или проигрывающую сторону, если угодно. Вот. И находитесь в... заведомо проигрышной ситуации. Ну, потому-то вы уже... вы уже жертва, да, и вам уже нужно, нужно, значит, спастись. Вас уже нужно спасать. Притом, что сами, да, вы себя, ну, спасать не хотите, судя по всему. То есть, нет, вы, конечно, считаете, что вы не можете этого делать. Но, вот, подумайте, какие выгоды, какую выгоду вы получаете от того, что... находитесь в этом состоянии жертвы. Вот. Подумайте. И готовы ли вы взять на себя ответственность по выведению себя из этого состояния, когда вы, грубо говоря, находитесь с пор влиянием, там, каких-то людей, да? Вот. Ну и, на мой взгляд, совершенно понятно и очевидно, что в это состояние вы попали не просто так, да? То есть, это не было случайностью, что-то вы оказались во власти врагов. И, соответственно, нужно, чтобы вы определили также ещё и то, как вы попали в зависимость. Это, опять же, называется жертвенное поведение. То есть, когда человек ведёт себя так, что волей-неволей оказывается в обстоятельствах, которые для него никак не позитивны. Поэтому я предлагаю вам разобрать всю цепь событий, которая привела вас к тому, где вы сейчас оказались. Только так можно спастись от врагов и больше не попадаться в их власть. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы. Пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok